Я не хочу, чтобы наш магазин снимали. А что вы хотите? Подождите. Подождите. Зачем это? Ребят, все сказали? Все сказали? Да. А я не вижу сотрудничества. В чем будет заключаться машина? Спасибо. Кто? Меня зовут Евгений Аширяев. Это канал Негодяй ТВ. Мы растем. И, как я уже сказал, в своем первом выпуске я хочу миллион до Нового года. Этот лямб будет по любасу. Смотрим сюда. 21 тысяча. 20 человек. Две недели назад нас было 6 тысяч. В апреле я только все это начинал. Нас было 55 человек нас было. И то это были боты, по ходу дела. Мне пишут, со мной хотят сотрудничать. Спрашивают, а сколько стоит реклама там у вас? Я хрен знает, сколько она стоит. И, короче говоря, я им пишу. Базар 0. Мы что-нибудь замутим. Только в моем стиле. Стоить это будет десятка. 10 тысяч рублей. И ответа ноль. Видимо, это дорого. В итоге про эту десятку я писал, когда у меня было 5000 подписчиков. Сейчас у меня 21. И пошло все в задницу. Я хочу пятнашку. Мне никто не отвечает. Никто не хочет платить мне такие бабосы. Да и пофиг. Я буду сейчас сам ходить и предлагать свои услуги. Рубрика, которая вот сейчас. Она называется «Здесь и сейчас». Приходим в любые заведения. Неважно, какие вот которые есть на улице. И говорим, давайте рекламку вам замутим. Вот она и есть уже рекламка. Мы уже с вами общаемся. Она уже и есть рекламка. То, как вы разговариваете, это уже. Это вы. Пускай вот вас увидят все люди, которые смотрят. У нас есть определенное правило. Мы это делаем прямо здесь и сейчас. Есть 20 минут, чтобы посмотреть наши ролики, чтобы каким-то образом познакомиться с нами и сказать, да или нет. И давайте договоримся, сколько это будет стоить. Может быть, кайфовый бартер. По бабочкам мы добазаримся. И вот пойдем сейчас и будем добазариваться до всего до этого. Никого на рабочем месте нет. Если хотите, вы можете оставить свои контактные данные. Нет, хорошо. Мы лихо идем дальше и предлагаем людям бонус. Мы предлагаем им рекламу прямо здесь и сейчас. Здесь никого нету. Никого нету, реально. Это прикол. Не судьба. Еще один цветовой магазин. Надеюсь, тут кто-нибудь есть. С вами можно пообщаться? Почему? Почему? Мы хотим поговорить о сотрудничестве. Не нужно с вами сотрудничать, нет? Хорошо. Ювелир торг. Здорово, я иду к вам. И если мы сговоримся, то классная реклама будет у вас. Меня зовут Евгений. Как зовут вас? Меня зовут Марьяна Михайловна. Это наш блог в Ютьюбе. У нас есть рубрика, которая называется «Здесь и сейчас». Что она из себя представляет? Мы предлагаем рекламу, сотрудничество. А я не вижу сотрудничества. В чем будет заключаться машина? Ютьюб – это ресурс для того, чтобы ваш бренд был более узнаваемый. У вас есть некоторое количество времени для того, чтобы ознакомиться с нами, кто мы такие, сколько у нас подписчиков. И если вам такая реклама нужна, то мы будем договариваться о том, на каких условиях у нас все это будет происходить. Вы знаете, к сожалению, у нас есть рекламный отдел, который занимается продвижением нашей фирмы. В целом вы можете связаться и по телефону как-то договориться, либо пиар-отдел посмотреть на всю эту историю. Я передам о том, что ситуация была, вы можете оставить мне свои контакты какие-то, да, пожалуйста. Я свяжусь с нами, и если заинтересует, то с вами свяжутся и перезвонят вам. Ну, уже мы не будем сотрудничать. Ну, мы с ее минутой нет, к сожалению. До свидания, всего доброго. Здесь и сейчас. У нас есть генеральный директор, он же главный врач. Здорово, здравствуйте. Уделите нам минуту. Что хотите? Меня зовут Евгений, я видеоблогер. У меня есть рубрика в YouTube, которая называется «Здесь и сейчас». Я хожу в различные заведения и предлагаю сотрудничество. Мы расскажем немножечко о вас. В целом и эта беседа тоже войдет в наш ролик. Это хорошая будет реклама для вас. Если бы мы как-то договаривались через письмо, это было бы дорого. Это было бы лучше. Это было бы дороже. А сейчас есть возможность договориться по какой-то адекватной цене, просто пообщаться и договориться об этом. Конечно же, если вам это интересно. Оставьте, пожалуйста, свой адрес. Я посмотрю, что вы за блогер. И потом мы с вами давайте... Конечно, так обычно все и говорят. Потому что это правильный подход. Естественно. А у нас неправильный подход. У нас он другой, и он будет выгодный в первую очередь для вас. Ребят, я все сказал. Все сказали? Да. Все, тогда мне было приятно с вами познакомиться. И всего вам доброго. Я не оставлю, потому что у нас другой совершенно контент. Вы можете посмотреть, называется Негодяй ТВ, наш канал в Ютьюбе. Но концепт в том, что это здесь и сейчас. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Это работают легкомысленные люди. Кто? Легкомысленные. Легкомысленные. Мы легкомысленные люди. Я договариваюсь о рекламе вот так. Вообще заходим сейчас в разные двери, прилагаем сотрудничество. Если бы мы об этом договорились заранее, как обычно это делается, это было бы дорого. А сейчас мы просто можем договориться. И вот наши переговоры, они будут все в этом прекрасном выпуске. У вас есть ровно 20 минут. Можно связаться с кем-то, с начальством. Они могут посмотреть наш канал и принять решение. Да или нет. Расскажите немножко, кто вы такие, то есть какие конкретные услуги вы предлагаете? Наша коммуникация. Наша коммуникация это очень хорошая реклама для того, чтобы подписчики понимали, классно здесь или нет. Судя по нашим выпускам, это работает. То есть можно зайти на наш канал и посмотреть аналогичные выпуски. Про то, как мы вот так же заходим в различные заведения и ведем этот диалог. Какой ваш канал? Негодяй ТВ. 20 тысяч подписчиков. 20 тысяч подписчиков, да. Суть предложения какая? То есть вы нас рекламируете и какая-то от нас взаимная услуга, правильно? Да, о которой мы просто договоримся. К Новому году у нас будет миллион подписчиков. Канал набирает обороты очень, очень сильно. И поэтому это прям очень выгодное предложение. Смелое заявление про миллион? Конечно. Да больше ляма. Я могу, наверное, только в письменном виде отправить это предложение в отдел маркетинга. Понимаете, компания достаточно большая. То есть я сейчас кого-то вытаскивать и вот этот вопрос обсуждать прямо всю минуту все-таки, наверное, не смогу. Но наша рубрика, она вот именно о том, здесь и сейчас. Поэтому спасибо вам большое. Мне было приятно с вами познакомиться. Всего доброго. Спасибо вам. Есть специальные организации, пиар-отдел, которые договариваются об этом. Но мы немножечко о другом. Как нас обозвали в стоматологии, мы легкомысленные. Пускай мы такие и будем. Пойдемте дальше. Магазин для парикмахеров. Ну почему бы нам не рассказать об этом прекрасном заведении? Здравствуйте. Меня зовут Евгений. А зачем вы снимаете? Потому что это видеоблог и в Ютьюбе вас покажут. И у нас для вас сумасшедшее выгодное предложение. Вот мы прям увидели вашу вывеску и думаем, вот сделаем сейчас красиво для вас. Наверное, это нужно согласовывать с кем-то. По телефону вас можно согласовать? Да, можно. Да, смотрите, у нас рубрика называется «Здесь и сейчас». Мы ходим и предлагаем услугу свою прорекламировать. Снимем обзорчик, все красиво сделаем и договоримся. А мы не готовы. Вы не готовы для обзорчика, да? Нет, не готовы. Некрасиво что-то стоит, лежит у вас, да? Нет, мы просто не готовы, в принципе. Я не хочу, чтобы наш магазин снимали. Без учета того, что вы нам могли бы хоть как-то предупредить нас. То есть это не будет, это не я, это руководство. Какое вы, получается, имеете не то чтобы право, но я считаю, что нужно как-то это согласовывать в такие моменты. Это вы так приняли решение, да? Да. До свидания. Народ даже не спрашивает, а кто ты, а сколько у тебя подписчиков. А вот прикиньте, если бы у меня, ну сейчас у меня 21 тысяча, а если бы был миллион, два миллиона, три, я вот так вот бы зашел, а мне бы сказали. Ну, вот это вот, нам не нужна вот эта вот ваша вся история. Народ, ёкарный бабай. Здравствуйте. Лежу в бремя. Что? Лежу в бремя в этом. Нет, я сюда. А что вы хотите? Подождите. Подождите. Ну зачем это? Мы снимаем свой видеоблог, вас нельзя снимать. Мы хотим сотрудничать, хотим рекламу. Нас нельзя снимать. Хотим вас прорекламировать, чтобы вас увидел весь YouTube. Люди к вам повалили. Разрешение нашего руководства. А, да? Да, пожалуйста. А вы можете позвонить ему. Вы сами звоните, если вы хотите. Я звонить никуда не буду. Нас... Ага. Мы хотели сделать доброе дело, чтобы вы стали популярными. Не надо, да? Барбаришок. У нас рубрика сегодня, которая называется... Господи, сколько вас народу. Сколько еще будет оттуда выходить людей? Меня Евгений зовут. Меня тоже. Ребят, смотрите. У нас рубрика называется «Здесь и сейчас». Короче, заходим в каждые двери и предлагаем вам рекламу. Мы вас снимем в интерьерчик, там, туда-сюда. Это покажут в YouTube. Как вам такое предложение? Ну, тут к ним, я здесь просто гость. А, ясненько. В зависимости от того, какой контент. Какой контент? А какой контент нужен? Ну, что за ролики-то, что за тематика? Рубрика называется «Здесь и сейчас». Заходите на мой канал, он называется «Негодяй ТВ». Смотрите, если вас все там устраивает. Мы договоримся. На ваш вкус. Было бы здорово, если бы мы сейчас какой-нибудь обзор бы сняли. Вот прямо именно сейчас, я думаю, что, наверное, вряд ли, да. Почему? Чтобы сейчас, вот. Ну, потому что это нужно согласовать. И у нас недавно только была съемка. А кто снимал? Снимал фотограф. А, просто фотограф. Фотограф, видеограф. Да. Ну, то есть, не блогер, не... Да. Как бы просто фотограф, видеограф. У меня свой канал, у меня есть подписчики, да, там, просмотры. 21 тысяча. Да, вот. Ну, просто из них слегка, сколько из Питера и сколько живет здесь, на районе. Ясно. Ну, в общем, невыгодное предложение, да? Невыгодное. До свидания. Здравствуйте. Можно пройти? Спасибо. Здравствуйте. А с кем можно пообщаться с управляющим, с администратором? Снимать нам все. Нельзя снимать? Нет, мы явились в магазине. А, мы хотели предложить просто классное сотрудничество. Нет? Спасибо. Все, извините. Фу. Нихера не получилось. Обидно, досадно, да и ладно, может быть, так и должно быть. Поэтому, если ты хочешь сотрудничать, то, конечно же, пиши об этом. И я донесу от тебе в своем стиле. Я скажу правду о тебе. И если ты не уверен в своем продукте, в своей услуге, то лучше не пиши мне о сотрудничестве. Я не буду зачитывать твой текст, который ты написал мне в формате говорящая голова. Я не буду вставлять прероллы по 30 секунд и по минуте. Нет, я расскажу о тебе сам своими словами. Это будет стоить 15 тысяч рублей. Такой ценник, он вот пока вот, пока я сейчас не 50 тысяч у меня подписчиков. Но если я пришел к тебе вот так вот случайно, внезапно, прямо вот в этой рубрике, здесь и сейчас, мы можем добазариться о рекламе. И она будет пёжже. Ты стоишь, и вы все здесь, вы лицо своего предприятия. Подписывайтесь на канал, потому что подписота, она мне нужна. Колокольчики все эти... Херачьте по колоколам, чтобы видос всегда высвечивался. Ёпама! Всё, я больше не могу говорить. Выключаем. Да. Мы в основном будем смотреть то, что вы показываете в видеоролике, поэтому вы сможете смело открывать свой экран. Да, да, да. Да. Ой, хорошо, нравится мне этот контент, прям вообще не нравится. Блядь, я не записывал звук, ех по мать, блядь. Давай еще раз тогда. Кто новичок, кто не знает вообще зачем, как, когда и почему. Этот канал... Ой, сука. Всё это создано... Блядь, сука. В общем, в апреле 2000... Блядь, что ж с вами происходит? До встречи. Я真ividade. ad Музыка. 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 Продолжение следует...